Я доктор Чавра. Я офтальмолог. Я нахожусь в Дубае с 1984 года. У меня была возможность несколько раз слушать доктора Закера, и мне всегда интересно слушать его каждый раз. Он очень информативный, образованный и просветляющий. И мне всегда приятно задавать ему несколько вопросов. Я счастлив, что я первым задаю ему вопрос. Мой первый вопрос... Вы сказали, что святое место должно находиться в центре, чтобы оно было одинаково со всех сторон. Но на мой взгляд, я могу ошибаться. Бог должен преобладать, быть всемогущим и вездесущим всегда и везде. Ему не нужно существовать в одном месте, он везде. Немусульманский брат задал хороший вопрос. Он сказал, что ему интересно слушать меня каждый раз, и ему нравится задавать вопросы. А мне нравится отвечать на твои вопросы, брат. Он задал вопрос о том, что Бог всемогущ, вездесущ, всегда и везде. Поэтому почему он должен быть в центре? Брат, когда ты слушал мой ответ, возможно, ты неправильно понял. Я никогда не говорил, что Бог находится в центре. Я не говорил этого. Но то, что я сказал, что Кааба находится в центре, а не Бог. Кааба — это кибля, это направление. И Кааба — единственное направление для единства. Когда мы поклоняемся всемогущему Богу, мы смотрим в одном направлении для единства, а не потому, что Бог находится там. В Коране ясно говорится, в Суре Аль-Бакара, глава 2, аят 177. Благочестие не состоит в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и на запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха. Поэтому... Ты неправильно понял. Кааба — это направление, кибла. Поэтому для единства было сделано направление в центр. Но Бог не в центре. Бог находится на арше. Он на троне. То, что мы понимаем, что для единства мы должны смотреть в одном направлении. Поэтому Кааба для сохранения единства стала центром, чтобы разные люди из разных частей мира могли, объединившись, смотреть в одном направлении. Потому что мы верим в объединение, когда мы встаем на молитву, намаз. И мы верим в единую общину. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Спасибо вам большое. Следующий вопрос от брата. Да, мой дорогой брат. Как ваши дела, доктор Закер? Я уверен, что вы немного устали. Но у меня очень простой вопрос. Вы знаете, сикизм? Вы знали, что шанс на заложение первого камня в фундаменте золотого храма в городе Амристар дали мусульманину по имени Миянмир? Почему в противоположность вы говорите, что не мусульманин не может зайти в Дом Божий? Что вы об этом скажете? Брат спросил, как я? Я в порядке. Устал ли я? Я никогда не устаю, когда я отвечаю на вопросы не мусульман. Я никогда не устаю. Вы очень любезны. У меня рейс завтра в 11 утра. Но для меня нет проблем. Я люблю это. Чем больше вы задаете вопросы, тем более активным я становлюсь. Ты задал вопрос, что мусульманин заложил фундамент в Амристаре. Золотого храма. Прости. Священного золотого храма. Да. Заложил фундамент священного золотого храма. Тогда почему не мусульмане не могут войти в Мекку? Брат, я давал ответ в моем выступлении. Может быть, Амристар не является запретным местом. Это не запретный район. А Мекка и Медина — это запретные районы. Ты можешь пойти в любую другую мечеть. Если хочешь пойти в мечеть Дубая, я возьму тебя, брат. Амристар — это золотой храм. Это самое священное место для сикхов. Я знаю это. Я знаю это очень хорошо, брат. Но он может быть не такой священный, как Мекка и Медина. И если ты хочешь пойти в любую другую мечеть, добро пожаловать, я отвезу тебя. Но эти две мечети, как я упомянул в своем ответе, являются священным запретным местом. И тебе нужна виза для этого. Виза для посещения Мекки и Медины — это изречение двух свидетельств. «Ля Иляха Илла Аллах» — Мухаммаду Расулу Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха. И пророк Мухаммад — посланник Аллаха. Если у тебя нет этой визы, ты не можешь пойти туда. Если я скажу эти два изречения, могу ли я пойти туда? Да. Если ты скажешь их и уверуешь, никто не остановит тебя. Тогда это не проблема. Ты хотел бы произнести эти свидетельства, чтобы пойти туда? Или потому что ты веришь в это? Я слышал, как вы повторяли эти слова с другими людьми. Так ты веришь в них? Это легко произнести. Нет, нет. Я говорю, ты веришь в них? Да, ведь это факт. Это есть факт. А в факты нужно верить. Так ты веришь, что есть только один Бог? Да, я верю, что есть только один Бог. Ты веришь, что пророк Мухаммад — посланник Бога? Да, без всяких сомнений. Да. Человек, который верит, что нет Бога, кроме Аллаха, и что пророк Мухаммад — его посланник, — это мусульманин. Поэтому, если ты говоришь это и веришь в это, никто не может помешать тебе отправиться в Мекку и Медину. В принципе, я мусульманин, потому что я подчинил свою волю Богу. Машаллах. Так не хотел бы ты сказать это на арабском. Поздравляю тебя, брат. Не хотел бы ты повторить это на арабском. Брат, не хотел бы ты повторить это на арабском. Да, я не возражаю. Хорошо. Я говорю перевод на английском. Я свидетельствую, я свидетельствую, что нет Бога, что нет Бога, кроме Аллаха, кроме Аллаха, и что пророк Мухаммад — посланник, посланник и раб Аллаха, и раб Аллаха. Машаллах, брат. Да вознаградит тебя Аллах. Я приветствую тебя в лоне религии Ислам. Иншаллах, если ты хочешь поехать в Мекку и Медину, пожалуйста, дай мне знать. Я проспонсирую твою поездку, иншаллах. Спасибо вам большое. Благослови вас Бог. Иншаллах. Мне нравится ваш дух. Мне нравитесь вы сами. Благослови вас Бог. Продолжайте распространять это послание. Людям это нужно. Миру нужен мир. И он нуждается в таких лидерах, как вы. Мои благословения вам и наилучшие пожелания. Мои благословения вам.